Два мотора V6 по 250 лошадиных сил. Все будет совсем по-другому. Друзья, всем привет! Для того, чтобы вы не скучали, пока у нас идут какие-то небольшие технические перерывы, мы решили запустить второй проект. Этот проект будет совсем выглядеть иначе, чем та «Волга», которую мы сейчас делаем. Все будет совсем по-другому. Благодаря этому проекту я, собственно говоря, и задумался о том, чтобы сделать свой YouTube-канал. И та «Волга», которую мы начали снимать в первую очередь, это было как пилотный образец. И мы ее до сих пор делаем, и мы ее сделаем тоже круто, потому что этот проект мне тоже нравится. Там «Волга» на раме с множеством нюансов, которых на YouTube мало, особенно связанные с металлшейпингом. Но это «Волга» я о ней думал очень много, потому что это то, чего нету на YouTube совсем. То есть вот вы, похоже, проект просто не найдете на российском YouTube, даже, скорее всего, и на американском YouTube, потому что это просто безумнейший проект. Друзья, этот проект совсем не бюджетный, и позже вы узнаете, почему. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, оставьте комментарий под этим видео, поставьте лайк. Не забывайте следить за новостями. Поехали, ласточка в Тольятти, новую хозяину! Поехали! 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 как я пришел к идее с этим проектом я просто хотел совместить несовместимое потому что как минимум на российском ю тубе я таких проектов не видел и очень хочется его сделать на высшем уровне так как это волга у нас уже 2 на канале и в принципе рассказать я думаю нет смысла подробно то есть я купил за 150 тысяч купил дешево потому что она перекрашена перекрашена не очень удачно но в целом состояние хорошее поэтому мы ее купили это более старая версия по отношению к предыдущей волге панель точно такая же салон точно такой же единство только запах салоне немножко более старый чем в той волге по салону здесь все то же самое что и в предыдущей волге поэтому тоже рассказать нечего здесь есть только уродские динамики которые зачем-то впилили прям саму дверную карту испортили весь внешний вид далее что у нас есть у нас есть панель абсолютно такая же трещина на панели как и в предыдущей волге менее ухоженная но еще не забываем один момент что она немножко старше она старше на целых четыре года то есть она 1980 года выпуска чё тут чтоб капот открыть или а нет я запомнил как капот открывается в общем и целом здесь зачем-то поставили газооборудование мотор такой же как и предыдущий волге но для чего для чего было стать газооборудование просто в голове не укладывается этот момент потому что на ней ездили только по выходным и ради этого ставить целый газооборудование чтоб сэкономить там я не знаю 50 рублей на бензине ради того чтобы все вот это сюда ставить не знаю может быть стоило на мой взгляд нет что тут рассказать машина заводится кстати говоря она заводится и на бензине и на газу заводится и в целом по двигателю здесь тоже все окей но он нам не пригодится ребят целом с этим проектом нам предстоит огромное количество работ объясню почему потому что на этой волге будет два мотора v6 по 250 лошадиных сил куча электропроводки это куча всяких нюансов бензобаки или один бак большой поэтому очень много о чем надо подумать и все это мы хотим успеть к лету то есть нам осталось максимум три месяца поэтому не забывайте подписаться на канал следить за этим проектом и за первым проектом тоже следить ждите новых выпусков всем спасибо за просмотр пока